Добро пожаловать на мою страничку. Всем спасибо, кто посетил и подписался. Субтитры сделал DimaTorzok Двигатель 1.4 бензиновый 75 лошадиных сил. Механическая коробка передача передней привод машины была куплена в 2008 году. Шум и виброизоляция Конечно всегда когда едешь в машине хочется комфорта. Большой минус 206 это практическое отсутствие шумоизоляции и такое ощущение, что на голый железный пол положили обивку и решили больше не заморачиваться. После того как разобрал салон оказалось, что туда даже положили кусок поролона. В дверях естественно ничего не обнаружилось вовсе. Ну вот приехали наконец мои фонари, ждал целый месяц. Также пришел спойлер. Ну вот наконец-то дошли руки до сабвуфера. Купил все что нужно. И вот наконец суббота. Встаю пораньше и еду за фанерой под ящик. Понеслась. Все крепим как полагается на саморезы и герметик. Субтитры сделал DimaTorzok Покрасил субботы и барабаны. Цвет выбрал красный. Другие мне кажется не смотрелись бы. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и начал делать подиумы под обещалки, решил делать в треугольниках зеркал. Велосипед изобретать не стал, из нескольких вариантов выбрал колготки. Все это залил эпоксидкой так в несколько слоев. Затем отшкурил и убрал все неровности. Затем настало время шпачлевки, как оказалось очень крепкой. И настало время долгошкурения и окончательной затирки неровности и финишной шпачлевкой. В продолжении решил спрятать усилки, их будет два, фальшпол багажника. Заглянул в багажник, а там его нет. Здесь все не так сложно, пару листов фанеры, несколько брусков и, как оказалось, кривой лобзик. День работы, неплохая погода, вот что получилось на данном этапе. Долго-долго шкурим подиумы. Грунтуем их, да побольше. Потом баллончик краски да лака. Ждем, пока все это высохнет и пихаем в машину, понимаем, что покрашено не идеально, а иначе нам не нужно, пока оставилось выше, а пол краски отвалилось. Но так как уже не терпеться все подключить, оставляем на время как есть. Вроде бы все. Все поставил, настроил. Всегда хотелось иметь машинный мониторчик с навигацией, возможности посмотреть видео и всякими другими развлеклухами. Долго рассматривал все возможные варианты установки мультимедии. Тут встал вопрос, какой планшет взять за основу. Так как ставить его предполагал на центральную панель вместо магнитола и воздухов, дофразмер имел достаточно важное значение. Будучи любителем всяких гаджетов, я перепробовал практически все платформы Android, iOS, Windows. Из планшетов меня больше всего устроил iPad. С учетом, что звук идет из Pioneer 81, а на iPad музыка в отличном по качеству формате, это самый хороший вариант для установки. По размерам отлично подходил iPad mini. Ну вот все и решилось. Поехал, продал свой iPad Air, купил mini 2 поколения и начал курочить панель. Чтобы не делать основу из эпоксидки и стеклоткани, дабы не испортить планшет, в самом начале купил в Ашане по смешной цене в 100 рублей заднюю крышку. Ну собственно вырезал все лишнее из панели и приклеил крышку. Все очень даже неплохо стало. Затем, чтобы не намазывать шпателевку на воздух, создал с сильной стороны форму из пены. Пену обрезал как было нужно и начал выводить форму шпатлей со стекловолотном. Перешил салон на пыжика. Перешивали в ателье автодефис сил.ру Работаю очень доволен. Материалы КО кожи Альтона, цвет под кодом 116, рыжий на мой взгляд. Сделали качественно и быстро. Материал на ощупь приятный и мало отличим от натуральной кожи. В ходе эксплуатации посмотрим как себя будет вести. Производитель дает 5 лет гарантии при своевременном уходе, а там посмотрим. Аналоговые часы по ГОЧ. Давно хотел поменять стандартные часы на бортовой компьютер. Долго читал, выяснял как это все можно сделать. Нужно было либо менять косу проводов, либо впавить нехватающее. После серфинга в интернете понял, что мне нравятся часы в RCZ, но так как они управляются через БК, возможность подключить их себе стремится к нулю. Ни для кого не секрет, что заводские фары освещают дорогу ночью очень плохо, поэтому всегда хотел поменять заводские фары на линзы. Ставить в заводские фары линзы под Big Xenon категорически не хотел, не люблю Xenon, особенно китайский. Альтернативной оптики на 206 достаточно много, но понравились мне однажды морет. Давно искал бампер от GT версии, но с каждым годом шанса найти его хоть в каком-то состоянии в имя с кашли на уголь. И в один прекрасный день мой друг поделился со мной этим бамперком, состояние в котором он нам достался было не очень. Дальше начался процесс восстановления, точнее поиски того, кто возьмется за это и сделает хорошо. Но просто поставить бампер было не интересно. Хотелось сделать морду позлее. Решил убрать шельзик спереди и сделать капот ровным без выемки. А дальше, как обычно, шпаклюем и шкурим. Ну а дальше то, чего я очень долго ждал. Нашли, кто все наши переделки соединит, воедино покрасит. Когда ставил новый бампер, выткнул в него алюминиевую сетку, которая попалась под руки. Выглядела она не очень, да и закреплена была на сопле. В этот раз сделал все по уму. Купил сетку, соты площадки, крепления для хомутов, сами хомуты и стекольный плей. Начал этот сезон с приведения в порядок жопы Peugeot. Еще зимой удалось зацепить новый задний бампер от Arsy. Как только погода наладилась, поехал разбирать пыжа. Помимо покраски нового бампера, нужно было покрасить крышку багажника, начала цвести снизу. Ну и сразу решил покрас отдать боковые молдинги и маски фар. Затем неделя ожидания покраски и снова в гараж. Все собираем в обратку. С момента переделки фрунта с вторых полоски на третьих полоску добавился еще один усилитель. Тем самым пришлось переделывать всю инсталляцию багажника. И вот что из этого вышло. Руки дошли в этом сезоне до выхлопа. Прикупил банку MG Reist насадку Баззи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok